Привет всем любителям жизненных историй. Этот рассказ предоставлен автором канала Лиговка в Яндекс.Дзен. Ссылка на канал в описании под видео. 1982 год. Мурчинград. Средняя школа номер 77. Шел урок биологии. Пестики, тычинки, венчики, скукотища. Я, биологичка в больших очках, водила по плакату длинной указкой. Таким образом, ребята, мы видим, что это внутренняя часть двойного околоцветника, образованная лепестками и обычно ярко окрашенная. Строение венчика может быть разным. Венчик может быть... Лариса Бойцова, подперев одной рукой щеку, другой водила ручкой в тетради, записывая. Даже ей отличница была скучна. То ли тема такая, то ли монотонный голос учительницы. А может, всему виной барабанящий по карнизу дождь, нагонявший сонливое состояние. Остальные тоже откровенно скучали. Кто-то смотрел в окно, кто-то в стену. А хулиган Вовка Самохин просто спал на Камчатке, закрывшись портфелем. Дверь открылась, и в кабинет заглянула завуч. Елена Михайловна, вы позволите на минуточку? Ученики моментально сделали присущий всем советским пионерам пытливо-любознательный вид и зашелестели страницами учебников. А Вовка Самохин проснулся, торопливо вытер слюну с исчерканной красной пастой тетради и с обожанием уставился на доску. Завуч зашла не одна, а с девчонкой невысокой и худенькой. Школьная форма, выглаженный алый галстук, очень миловидное лицо с огромным розовым родимым пятном на правой щеке. Завуч положила руку на плечо новенькой. «Ребята, знакомьтесь, Галя Соколова. Будет учиться с вами. Надеюсь, подружитесь. Садись, Галя». Девочка растерянно огляделась в поисках свободного места. Лариса помахала ей рукой. «Галя, ко мне садись». Девочка села рядом с ней, смущаясь под пристальными взглядами одноклассников. «Елена Михайловна, продолжайте». Кивнула Завуч и вышла из класса. Ученики продолжали пялиться на новенькую, хихикая и перешёптываясь. Один только Вовка Самохин сложил руки на парте и снова заснул. Указка требовательно застучала по учительскому столу. «Ребята, потом познакомитесь. На доску внимание». Итак, образуется пестик при помощи одного или нескольких сросшихся плодолистиков. Оставшаяся часть урока прошла более оживлённо. Все беспардонно рассматривали новенькую, громко обсуждая её родимое пятно. Лариса, видя, что подобные разговоры смущают новенькую, возмущённо шипела на одноклассников. «И что вылупились? В зоопарке, что ли? На доску смотрите». Новенькая чуть не плакала от отчаяния, невольно прикрывая щёку ладонью. Закончилось это тем, что всегда спокойную, но нынче воинствующую Ларису Бойцову просто выставили из класса. «Она стесняется, мама». Лариса рассказывала о событиях прошедшего дня в школе. Родители, сорокалетняя Капитолина Алексеевна и Александр Ефимович Бойцовы, внимательно слушали дочь. «А так даже красивая и отличница. Я её дневник видела, одни пятёрки». «А за что тебя выгнали с урока?» – поинтересовался отец. «А потому что вылупились на неё, как на мартышку в зоопарке, и хикают пальцами тычут». Возмутилась дочь. «Дикари какие-то! Но я там пошумела на них немного, а нечего пялиться на человека». Мать одобрительно кивнула. «Ладно», – улыбнулся отец. «А что дальше было?» «Дальше?» Дальше была перемена. Все её обступили и давай спрашивать, кто такая, откуда приехала. И про пятно это. А Ванька Бакарчук подошёл к ней с контурной картой и сказал, что её пятно очень напоминает остров Сахалин. И все стали смеяться. Глаза дочери гневно сверкнули, а родители переглянулись и синхронно вздохнули. «Эх, дети, дети, какими же жестокими вы иногда бываете!» «Я завтра же пойду в школу и поговорю с учителями», – решительно сказал отец. «Пусть примут меры, иначе засмеют совсем девчонку». «Во-первых, у неё свои родители есть», – возразила мать. «Во-вторых, заступничество учителей может колебоком выйти. Одноклассники совсем заглумят». «Хорошо, что предлагаешь ты?» – спросил отец. Мать повернулась к дочери. «Отличница, говоришь?» Дочь кивнула. «Хулиган в вашем классе есть?» – последовал неожиданный вопрос, чтобы все его боялись. Дочь в удивлении округлила глаза. «Вова Самохин». «Двоечник, я так полагаю. Да. Обитатель последней парты?» «Да. А как ты догадалась, мама?» «Это классика, дочь. А над Галей он не смеётся?» «Нет, ему не до этого. Он вообще нас не замечает. Все больше со старшеклассниками общается». «Значит так, Лариса. Вместе со своей новой подругой подходишь к Вове Самохину и говоришь...» «Самохин, у нас к тебе дело». Стоявшись спиной, Вовка Самохин вздрогнул и повернулся. Уставился недовольно на одноклассниц, появившихся из ниоткуда в его секретном месте, за школьными теплицами, где он обычно покуривал. Воровато оглянулся и снова затянулся явой. Выпустил дым. «Чё за дело, бойцова?» – нетерпеливо спросил он. «Ты же в курсе, что Галю Соколову обижают?» – спросила Лариса. «Какую ещё Галю Соколову?» Нахмурился Самохин и перевёл взгляд на новенькую. «Эту что ли? И что?» «А она отличница!» – назидательно сказала Лариса. «Это тот, кто учится на отлично, Самохин!» «И что?» «Сделай так, чтобы её не обижали!» «Ага, заняться нечем больше!» Галя покраснела и потянула свою единственную подругу за рукав школьной формы. Но Лариса отмахнулась. «Ты ей защиту, а она тебя подтянет в учёбе!» Лариса зашла с козырей. Вовка задумался, почесал толстые щёки. «Да ну!» Отмахнулся он. «Меня кто только не подтягивал!» «Бесполезно!» «Необучаемый я!» «Вот если бы просто дала списать!» Он посмотрел на Галю. «Списать дашь?» Та ещё больше покраснела, отчего родимое пятно стало более заметным. «Тебе помощь предлагают, Самохин!» Возмутилась Лариса. «А списать каждый дурак может!» «Ты бойцова не обзывайся!» Насупился Вовка. «Меня и так тупым считают, и отец, и учителя!» «Ты не тупой, ты смелый!» Торжественно сказала Лариса. «Ты как благородный Арамис, который защищал честь своих дам!» «Прирождённый дуэлянт!» Вовка озадаченно шмыгнул носом. «Кто?» «Нет, кто такой Арамис он знал, фильм видел. Там ещё с ним трое было. Портос, какой-то граф и один такой нервный, который прятал шпагу в ножны, только для того, чтобы тут же её достать. И слово «дуэлянт» ему тоже было знакомо. Просто никто никогда так его не называл. Тупым – да. Трудным – всегда. Будущим уголовником – постоянно. А вот дуэлянтом Арамисом, да ещё благородным…» Лариса с удовлетворением наблюдала за его реакцией. «Я просто… я просто ленивый!» Вздохнул Самохин и покраснел. «Зато сильный!» Кратчево вставила Лариса. «И сильный!» – скромно повторил Вовка. «Вот видишь, Самохин, как много в тебе скрытых талантов!» Ласково улыбнулась Лариса и незаметно подмигнула подруге. Вовка покраснел ещё больше. «Причём, Самохин, тебе нужно будет просто один раз сказать за неё слово, а заниматься с тобой будут постоянно. Представляешь?» Вывалила очередной козырь Лариса. Вовка представлял. Он представил, что от него наконец-то отстанут учителя, перестанет орать отец и, возможно, удастся дотянуть до десятого класса. Такая перспектива его очень порадовала. «Ладно…» «Но только бить никого не надо, только словом!» – предупредила Лариса. «Не, Бойцова, ты нормальная!» – возмутился Самохин. «Как я это сделаю?» «Ну уж сумей!» Они удалились, оставляя Вовку в глубочайших раздумьях. С таким же задумчивым видом он пошёл к крыльцу школы. Также задумчиво отсидел русский язык. Он даже не спал, потому что бессонница напала. Слишком уж взбудоражили слова Бойцовой о его скрытом благородстве. Задели потаённые душевные струны. «И потом, где вы видели, что Беорамис спал на уроке русского языка?» «Не благородно это, не по-мушкетёрски!» Звонок возвестил об окончании урока. Учительница, забрав журнал, вышла из класса. Следом потянулись ученики, но никто выйти не успел. «Стоять всем!» Громогласно объявил Вовка и, не торопясь, вышел к доске. Свистнул стоявшим у дверей. «Класс закрыли! Живо!» Кто-то покорно просунул швабру в дверную ручку. Самохин обвёл притихших учеников строгим взглядом, затем показал на парту, где сидели Лариса и Галя. «Короче так, если кто-нибудь из вас ещё раз обзовёт Синичкину...» «Соколову», – поправила Лариса. «Да какая разница!» – отмахнулся Самохин. «Ладно, если кто-нибудь из вас обзовёт Соколову, засмеётся над ней или ещё что, тому я лично проведу ПБП за школой. Поняли?» ПБП или профилактика борзого поведения – термин, придуманный лично Вовкой Самохиным. Метод же профилактики был предельно простым – витаминами. «Щелбан» – это витамин А, «Шпала» – витамин В. Ну а самые тугие получали витамин С – хорошую затрещину. Витамины Вова раздавал щедро. И не только одиночными дозами, но и целыми группами. Но это если уж совсем его рассердить. Вовку боялись, чего уж там говорить. Поэтому все с опаской посмотрели на Соколову, затем на Самохина и кивнули. Витаминов никто не хотел. 40 лет спустя. Мурченбург. Бывший Мурченград. Владелец аптечной сети Владимир Степанович Самохин хмуро смотрел в телевизор. И прямо сейчас, с места событий, наш репортер Марина Николаева. Марина. Ведущая программы «Мурченбург-24» посмотрела на большой монитор. На экране, на фоне сверкающих в ночи полицейских мигалок, появилась девушка в красном пуховике. «Здравствуйте!» – прокричала она в микрофон, силя спрорваться сквозь вой сирен. Минуту назад на этом пустыре закончилось задержание участников драки. Конфликт произошел между представителями шахматного клуба «Эндшпиль» и городской ассоциацией бобслея «Манабоб». По нашим данным, в драке в общей сложности участвовало около 700 человек. «Марина, есть ли пострадавшие?» «На первый взгляд, серьезно пострадавших нет. Ушибы, синяки, задетое самолюбие». «Марина, на чьей стороне было преимущество?» Репортер посмотрела на автобусы с решетчатыми окнами, снова повернулась к камере и прокричала в микрофон. «Сложно сказать. Шахматистов было меньше, но они яростно сопротивлялись, и преимущество сначала было на их стороне. Бобслеистов оттеснили к бетонным плитам и с криками «Бей саночников, ладьёй и ферзём!» закидали их шахматными фигурками. Но тут в конфликт влезла третья сторона – любители шашек. Они накинулись на шахматистов и бобслеистов. «Марина, вы хотите сказать, что шашисты не поддержали шахматистов?» Удивилась ведущая. «Нет. Мы задали этот же вопрос лидеру шашечного клуба «Бразильские шашки» Ивану Бакарчуку. Перед тем, как его запихнули в автозак, он успел сказать, что им одинаково противны и те, и другие. Задержали всех участников драки. «Нет. Некоторым бобслеистам удалось сбежать на санках. За пустырём есть крутой спуск. Всех остальных задержали. Спасибо, Марина». Монитор за спиной ведущей погас. «На этой ноте, уважаемые зрители, мы завершаем наш предновогодний выпуск. С вами была передача Морчингбург 24. До новых встреч!» Палец нажал на пульт. Экран погас. Самохин потёр лоб и громко выругался. В комнату заглянула жена. Приятная 52-летняя женщина с родимым пятном на миловидном лице. «Вова, ты чего?» «Ваньку Бакарчука помнишь? С нами в одном классе учился». «Помню. И что?» Задержали. «Да ты что?» Жена прижала руки ко рту и присела на краешек дивана. «За что?» «За нетерпимость к шахматистам и бобслеистам». «Не сниму! Это мой талисман!» Иван Бакарчук сжал в ладони кулон в виде маленькой фишки шашки и помотал головой. «Шнурки сниму, ремень сниму, но талисман никогда!» «Не бузи тут!» «Рявкнул старший лейтенант, оформлявший задержанного. Для пущей убедительности стукнул кулаком по столу. «Сейчас посажу тебя в камеру к бобслеистам, будешь знать!» Бакарчук потрогал наливающийся синяк под глазом. Нехотя снял шнурок шеи, поцеловал талисман и положил на стол. Дежурный сгреб его пакет и положил на стеллаж. «Слушай, а почему вы шахматистов не поддержали?» Поинтересовался он у Бакарчука. «С бобслеем-то понятно, но шашечники и шахматисты друзья. Или нет?» «Или нет!» Моментально вскипел Бакарчук. «Во-первых, не шашечники, а шашисты. Во-вторых, дело принципа. Фиде, считай, пробила себе место в летних Олимпийских играх в 24-м году в Париже, а мы, шашисты, глотаем пыль на обочине. Все думают, что в шашки играют только пенсионеры на лавочках. А вот хрен вам! Шашки – это целая философия, стратегия, борьба интеллектов. Это игра интеллектуалов, понял? «Ты не ори тут, интеллектуал!» Прикрикнул дежурный. «Кстати, а что такое Фиде?» «Международная шахматная федерация!» Презрительно бросил лидер городских шашистов. «Завидуешь?» Неодобрительно прищурился старший лейтенант. «Понятно. Пойдешь в камеру к шахматистам. Там тебя вылечат от этого разрушительного чувства!» Он нажал на кнопку. За решетчатой дверью показался конвойный. «Сержант, определи его к шахматистам!» Бакарчук запаниковал. «Не надо меня к шахматистам!» Умоляющим голосом попросил он. «Ага! Испугался?» Злорадно засмеялся дежурный. «Что и требовалось доказать!» «Можно мне к своим, а?» Бакарчук смотрел просящим взглядом. Дежурный перестал смеяться и вздохнул. «Не могу я тебя к твоим!» «Ты главный идеолог, и кто его знает, что в твоей голове!» «А вдруг ты их на бунт поднимешь, бессмысленный и беспощадный, а?» «Или голодовку устроите?» «Не, даже не проси!» «Товарищ старший лейтенант, а может его к филателистам?» Робко вставил конвойный. Утром троих задержали по подозрению в подделке почтовых марок. «К филателистам?» «Хм...» Задумался дежурный. «Хочешь к филателистам?» Бакарчук закивал так, что казалось, у него отвалится голова. «Я марки с детства собираю!» «Хочу, да!» «Ладно, сержант, закрой его с филателистами!» Смелости вился дежурный. Самохин позвонил знакомому судье с целью выяснить судьбу одноклассника Ивана Бакарчука. После непродолжительного разговора положил трубку и взглянул на беспокойную жену. «Ну, что там с Ваней?» Спросила Галя. «Административное правонарушение. Пятнадцать суток». Галя огорченно вздохнула. «Бедный Ванечка!» «Дебил твой, Ванечка!» Резюмировал Владимир. Встал с дивана и зашагал по просторной гостиной. «Новый год скоро!» Сокрушалась Галя. «Вот там его и встретит. Старому Новому году выйдет». Лариса звонила, спрашивала. Вздохнула Галя. «Беспокоится!» Владимир улыбнулся. «А помнишь, как Ванька на выпускном учудил?» Галя засмеялась. «Да уж!» 1986 год. Мурчинград. Выпускной в средней школе номер 77. Плакали все. Выпускники, родители, учителя. Даже трудовик Михаил Михалыч Самоделкин, обладавший железным характером и стальной волей, тоже плакал. И даже Фаина Зиновьевна плакала. Ныне школьный завхоз, а в далеком прошлом – летящица на заводе. Женщина суровая и невозмутимая. На сцене актового зала стоял стол, обтянутый кумачом. За ним сидели директор, учителя, заучи. «Дорогие ребята!» Торжественно объявила директор. «Сегодня мы провожаем вас во взрослую жизнь. Вы уходите, а мы остаемся, и нам, конечно, нелегко прощаться с вами. Но знайте, как бы трудно вам ни было, с какими бы преградами вы не столкнулись на своем жизненном пути, вы всегда можете прийти к нам, вашим учителям. Мы всегда вас выслушаем, поймем и дадим мудрый совет». С заднего ряда встал Ванька Бакарчук. «А мне уже трудно, и мне нужен совет». Директор сделала вид, что не слышит, и придвинула микрофон к губам. «Десять лет назад вы пришли сюда совсем маленькими. Мы до сих пор помним ваши лица, смешные и напуганные. И мы приняли вас, провели по светлым школьным коридорам, а затем…» «Я так и знал, что все слова о помощи – это демагогия!» – выкрикнул Бакарчук. «Вы сели за свою парту в своем родном классе. Повысила голос директор. Завуч метнула в десятиклассника испепеляющий взгляд и погрызила пальцем. Но Бакарчук не унимался. «Я, может, десять лет это хотел сказать, но терпел и ждал подходящего момента. И первый человек, которого вы увидели в этом классе, был ваш учитель. Ваш первый учитель, ребята. Самый родной, самый дорогой человек в школе. И вы все прекрасно помните, как он заглянул в ваши глаза и сказал ласково…» «За каким чертом ты сюда приперся?» Директор с тревогой посмотрела на подбежавшего к сцене Бакарчука и взвизгнула, уже себя не контролируя. Но Ванька Бакарчук уже влез на сцену, поправил зачесанные волосы и одернул серый пиджак. «Я хочу сказать, что люблю Ларису Бойцову, а она меня нет. А я все-таки хочу ее замуж позвать. И вот прошу совета у вас, дорогие учителя, и у всех, как мне быть». А к том зале повисла гробовая тишина. Затем скрипнули стулья и десятки присутствующих повернулись к красивой десятикласснице. Та ошарашенно посмотрела на сцену, затем растерянно по сторонам. С заднего ряда поднялась женщина. «Она согласна!» – выкрикнула она. «Вы уверены, Капитолина Алексеевна?» – недоверчиво спросил Бакарчук. «Конечно, я же ее мать!» – заверила женщина и пошла к выходу. «А теперь пойдем это дело обсудим, зятек!» «Вот это теща!» – восхищенно прошептал Бакарчук. «Бегу, тещенька!» Он спрыгнул со сцены и в припрыжку побежал к выходу. Неизвестно, о чем они там говорили, но аттестат Иван Бакарчук получал хмурым, держась за ноющее красное ухо. «Вытащи меня отсюда!» «Ты даже не представляешь, каково это – сидеть с филателистами!» – чуть не плакал Бакарчук. «Ты знаешь, что такое гумирование?» Самохин озадаченно почесал гладковыбритые щеки. «Нет, и что это?» «Это нанесение клея на обратную сторону марки!» – прорыдал Бакарчук. «А Климташ? А Кляньбогин?» «Ты не ругайся!» «Я не ругаюсь, это их терминология!» «И вот этой своей терминологией они меня кошмарят целыми днями!» «Вытащи меня отсюда!» В глазах одноклассника была такая тоска, что Самохину самому захотелось зарыдать. «Ваня, я пытался, звонил, с людьми разговаривал!» «Виновата», – сказал он. «Но приговор суда вступил в силу, поэтому придётся тебе две недели побыть тут. От звонка до звонка, как говорится». Бакарчук отвернулся, прижав руки к заросшему редкой щетиной лицу. «Лариса звонила, спрашивала о тебе». Сменил тему Самохин, решив поднять настроение незадачливому арестанту. Слёзы на глазах Бакарчука высохли сами собой. Испарились, уплывая невидимым паром в маленькое зарешоченное окошко комнаты для свиданий. Во взгляде, секунду назад обречённым, появилась жизнь. «Лариса? Бойцова?» – прошептал он. «Тебе ли не знать, что она уже тридцать лет носит другую фамилию?» «Я в курсе», – отмахнулся одноклассник. «Калинина. И как она?» «Подробностей не знаю, они там с Галкой болтали». Пожал плечами Самохин. «Вроде всё хорошо у неё». «Ну и хорошо», – грустно ответил Бакарчук. «Знаешь, я тут много думал. Это радует. Не перебивай. Просто времени тут хватает. Вот ты, ты свою Галю любишь?» Вопрос прозвучал неожиданно, но Владимир давно знал, что его школьный приятель сам по себе одна сплошная неожиданность. Умел он шокировать, и очень часто неприятно. «Разумеется», – искренне воскликнул Самохин. «Не сразу, конечно, это произошло. Сначала я чувствовал к ней обычную благодарность. Сколько она со мной возилась, помнишь? Учиться заставляла, экзамены какие-то устраивала, плотно за меня взялась. Это я потом понял, что она на мне тренировалась, к поступлению педагогически готовилась. «Как и Лариса», – грустно сказал Бакарчук. «Да, но мне ли обижаться? То, что я поступил на фармацевтический факультет и ещё окончил его успешно, это целиком и полностью её заслуга. Раскрутился, бизнес в гору пошёл. Опять же благодаря ей. Всё-таки, Ваня, мужика делает женщина, как ни крути. А потом я влюбился, и теперь кроме неё мне никто не нужен. Только не пойму, к чему ты вопрос задал». «Да к тому, что мы оба по-своему счастливы, Вовка», – задумчиво сказал Бакарчук, постукивая пальцами по исцарапанной поверхности металлического стола. «Ты рядом с Галей, а я… я сам по себе. Знаешь, что мне сказала мать Ларисы тогда на выпускном?» Самохин помотал головой. «Откуда мне знать? Ты же не говорил. Знаю только, что она тебе в ухо зарядила. Это уже потом, после того, как я сказал, что если Лариса не выйдет за меня замуж, то я спрыгну с моста», – отмахнулся Бакарчук. «Ты идиот? Хотя да, ты идиот». «Был идиотом», – криво усмехнулся Бакарчук. «Перед этим она мне сказала, что насильно мил не будешь. Если её дочь меня не любит, то тут ничего не поделать». Ещё она сказала такую вещь, что любовь – это совсем не обязательно быть рядом с любимым человеком, жить с ним вместе. Я тогда это не понял, мол, как так-то? Что это за любовь такая странная? А она что ответила? Сказала, что достаточно просто знать, что этот человек где-то есть, живёт. И даже счастлив с другим, понимаешь? Просто любить, не претендуя на взаимность. Самохин пожал плечами. У него другая ситуация. Его любимый и любящий человек рядом. Так вот, продолжал Бакарчук. «В общем, здесь я и вспомнил её слова. А ведь и правда, вот смотри, Лариса сейчас живёт далеко от меня за полярным кругом. А мне хорошо от того, что она просто есть, живёт. Она счастлива с этим Калининым. И мне тоже от этого хорошо. Ведь когда любишь, то хочешь, чтобы человек был счастлив, так? И без разницы с кем. Без разницы, за кого она вышла замуж, с кем спит, от кого рожает, кому пироги печёт. Это неважно. Главное, ты любишь этого человека. И тебе этого достаточно. Прямо как в кино или в романах». Вмыкнул Самохин, представляя свою Галю за полярным кругом с другим мужчиной. В душе всколыхнулся протест. «Вот как раз в кино ты этого не встретишь», – возразил Бакарчук. «Это было бы очень скучное кино. Ни тебе сцен ревности, ни измен, ни сковородкой по роже. А зрителю подавай зрелище». Самохин посмотрел на приятеля. «У того был такой одухотворённый вид, словно у Будды, познавшего лёгкость бытия. Плохо только одно. Чтобы понять это, мне понадобилось столько времени. Мне ведь уже за полтос перевалило», – вздохнул Бакарчук. «Нам всем уже за полтос. И что, получается, я Галю не люблю?» «Ты меня спрашиваешь». «А здесь кто-то ещё есть? Я вот, например, не могу представить, что Галка от меня уйдёт, а я буду сидеть один и любить». «Не знаю, Вовка. Я одно знаю. Мне хорошо от того, что Лариса счастлива, пусть и без меня». В комнате для свиданий повисла долгая тишина, тягучая и непонятная. За металлической дверью послышались звуки шагов конвойного и почти сразу же лязг от отодвигаемого засова. «Свидание окончено». Зойка как? Улыбнулась Баба Капа, прижимая телефон к уху. «Хорошо, мама», – засмеялась Лариса. «Рисует отлично, оказывается. Она пару снег нарисовала простым карандашом. Так Вася долго удивлялся. Настолько всё детально прорисовано и с соблюдением пропорций. Талант растёт». «Замечательно», – одобрительно сказала Баба Капа. «Внук-то мой как там?» «Служит твой внук», – вздохнула Лариса. «Мы его почти не видим. Ты жди, он сам тебе позвонит на Новый год». «Знаю, он всегда звонит», – с гордостью ответила Баба Капа. «Мама, ты про Ваню Бакарчука слышала?» – вдруг спросила Лариса. «Нет, а что?» «Сидит. В вашем мурченбургском спецприёмнике сидит. Пятнадцать суток дали». «Алименты не платит?» «Он там по другой причине. Как участник массовых беспорядков. Я по телевизору часто мурченбургские новости смотрю. А ты не смотришь?» «Иногда, если только кино хорошее». «С твоим участием?» – хихикнула дочь. «Продолжаешь сниматься?» «Я, дочь, ушла на взлёте. Непобеждённая, непревзойдённая. Баба Капа гордо тряхнула седыми волосами. Так что там с Бакарчуком?» «Да просто жалко его мама. Он всегда был каким-то отчаявшимся, что ли». «А что случилось-то?» Лариса вкратце рассказала матери суть дела. Баба Капа засмеялась. «Так это же в квартале от нас произошло. Я слышала об этом, но не знала, что Бакарчук тоже там был. Говорят, знатная свалка была. Да уж, выгулял Ванечка своё задетое самолюбие, да ещё других втянул. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Отдельные виды спорта. У каждого свои погремушки. Так они вообще могли пересечься». В соцсетях произошёл конфликт между шахматистами и бобслиистами. Бобслиисты написали, что шахматы только тогда станут спортом, когда фигуры будут весить по 80 килограммов, и их будут перетаскивать по огромному полю. Вот тогда это будет достойное сочетание интеллектуальных и физических способностей. А так, это не спорт, а настольная забава с претензией на глубокую философию, не приносящая телу никакого развития, кроме как для ягодичных мышц. Шахматисты в ответ написали, что нет ничего забавнее, чем взрослые мужики в лосинах и в шлемах космонавтов, на бегу прыгающие в санки с логотипами автогигантов типа BMW и Ferrari. Так, слово за слово, интернет-конфликт вырос в побоище на улице. А Бакарчук влез из-за обиды на то, что шахматы, возможно, скоро станут олимпийским видом спорта, а Бобслей уже таковым является. Оба засмеялись. «Знаешь, дочь, есть у меня две знакомые каратистки, Надя и Стелла», сказала Баба Капа. «Черные пояса. И мне даже сложно представить, чтобы они отзывались о шашках или шахматах плохо. Они профессиональные спортсмены, а любой спортсмен уважает не свой вид спорта. Он может его не любить, не понимать, но никогда плохого не скажет. А этих же альтернативно одаренных набралось аж 700 человек, да еще в одном месте. О боги!» Две недели спустя отгремели праздничные фейерверки. Тазик Оливья опустошен. Пришло и прошло Рождество. Ваня Бакарчук вышел за ворота спецприемника и вдохнул полной грудью морозный воздух свободы. Улыбнулся толпе с транспарантами и цветными шарами. «Ивану Бакарчуку наши троекратные ура! 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 Ура!» Представители шашечного движения Мурченбурга и им сочувствующие приветствовали своего кумира. Он с улыбкой подошел к двум девицам в расшитых платьях и высоких кокошниках. Девицы протянули ему каравай в виде фишки для шашек с маленькой солонкой посередине. «Добро пожаловать на свободу, Иван Дмитриевич!» Певучи сказали они и поклонились. Бакарчук важно отщипнул кусочек каравая, окунул в солонку и закинул в рот. Посмотрел в сторону и чуть было не подавился. Совсем рядом стояла молчаливая толпа с шарфиками в черно-белую клетку и с флагом с изображением Ферзя. Это были члены шахматного клуба Эншпиль, встречающие своего лидера, который вот-вот должен был выйти из ворот спецприемника. Шахматный гуру отбывал наказание среди злостных неплательщиков алиментов. К своему ужасу чуть поодаль он обнаружил еще одну группу людей. Те стояли с флагом городской бобслейной ассоциации «Монобоб». Они ждали своего лидера, который провел 15-суточный арест среди нетрезвых водителей. Ворота за спиной открылись и вышел интеллигентного вида мужчина в очках. Шахматисты оттеснили Бакарчука и его приближенных, неистово приветствуя местного гроссмейстера. Размахивали флагом и скандировали. «Мы шахматисты, народ мускулистый. Нас не заманишь шашкой-шашисткой. Нас не заманишь трассой бобслейной. Устала правая, ходи левой». Не успели шахматисты как следует поприветствовать своего лидера, как ворота снова открылись и вышел бородатый мужик в кожаной куртке. Главный бобслейст Мурченбурга. Он же инициатор всего безобразия. Он же автор того самого поста, с которого все и началось. «Одинокий боб вышел! Виват!» Заорали апологеты бобслейя, смели в сторону шахматистов и шашистов, и запели. «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся полозья санок, а земную ось мимо летят столетия, спят подо льдом моря, лихо несутся сани, вздрагивает земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, плачет под тобой земля». Лидеры трех спортивных сообществ неприязненно смотрели друг на друга. Курьер протянул большую коробку вдоль и поперек, обклеенную фирменным скотчем. «Я вам что-то должна?» Баба Капа поиграла увесистой коробкой в руках. «Все уже оплачено отправителем, только расписаться». Курьер протянул планшет и ручку. Баба Капа вручила посылку Ежевичкину и поставила в графе получатель свою витиеватую корявку. Курьер вынул из внутреннего кармана форменной куртки маленький календарик. На календаре была изображена Баба Капа, точнее, ее сценарический образ Баба Настя. «А вы не могли бы автограф поставить?» «Для деда». «Фильм ему очень понравился с вашим участием». «Без проблем». «А откуда этот календарик?» – спросила она, вертя в руках глянцевый прямоугольник. Бумага была плотной, печать качественной. Поднесла к глазам и вчиталась мелкий шрифт в правом нижнем углу. «Издательство Мойша Полиграф. Купил в книжном магазине. Я когда узнал, кому заказ, то сразу в книжный забежал и купил». «И почем?» «80 рублей». «Хм, наверное, никто не берет за такую цену». «Маленькие – не знаю. А вот настенные квартальные с вашим изображением. При мне пять человек купили, они по 400. Так автограф дадите?» «Конечно!» – спохватилась Баба Капа. «Деда как зовут?» «Станислав Трофимович». Баба Капа вывела аккуратными буквами на глянцевой поверхности. Станиславу Трофимовичу от бойцовой К.А. с наилучшими пожеланиями. Завизировала витиевато. Закрыв за курьером дверь, она пошла в комнату. Ежевичкин сидел за столом, на котором стояла нетронутая коробка. «Я думала, ты уже распаковал». Возмутилась Баба Капа. «Так не мне же адресовано!» – удивился моряк. «Ух, уже эти этикеты!» «Где ножницы?» Через три минуты они открыли коробку. Первой вытащили еще одну коробку, узкую и длинную. «О, это мне!» «От Васи!» – воскликнул Ежевичкин. Открыл коробку и бережно вытащил модель легендарной советской атомной подлодки ракетоносца К-19. «Обалдеть!» Моряк смотрел на лодку с выражением такого неописуемого восторга, что Баба Капа засмеялась. «Хорошо, когда с возрастом не проходит способность удивляться и радоваться. Даже не просто хорошо, это замечательно». Она вытащила что-то прямоугольное и тяжелое в несколько слоев, обернутые в пупырку. Осторожно размотала и ахнула. Ежевичкин заглянул через ее плечо и охнул. Сусанна, сидевшая тут же на столе, удивленно мяукнула. На столе лежал портрет, выполненный обычным карандашом на мелованной бумаге, в раме из вишневого дерева и за стеклом. Ее, Бабы Капы, портрет. Это не была забавная детская мазня, типа рожа по циркулю, точки глаза и черточка рот. Это была профессиональная работа. Рисованная Баба Капа сидела в полоборота на фоне Кольского залива и задумчиво смотрела вдаль. «Однако», сказал потрясённый Ежевичкин и перевернул портрет. На оборотной стороне была надпись ровным по школьному почеркам «Моей дорогой бабушке Капе от Зои». «Это когда ты успела ей попозировать?» задумчиво спросил Ежевичкин. «Я не позировала, по памяти, наверное. Рядом с картиной затренькал мобильник Бабы Капы. Алло!» «Капитолина Алексеевна, здравствуйте! Это Владимир Самохин, муж Гали Соколовой, подруги вашей дочери». «Я помню тебя, Вова. Случилось что?» «Да, то есть нет, но может. Я у вас помощи хотел попросить. В общем, сегодня Ваня Бакарчук на свободу выходит. Если в двух словах его на 15 суток». «Я в курсе, Лариса сказала». «А, понятно. В общем, вы не могли бы с ним поговорить, а то балбес балбесом растёт. Мне кажется, что к вам он прислушается». «И о чём?» «Ну а о том, что он такой вот дебил. Галка моя волнуется за него». Баба Капа вспомнила слова дочери. «Да просто жалко его мама. Он какой-то отчаявшийся, что ли?» «И когда?» «Да лучше сразу его у спецприёмника выловить, а то ещё успеет куда-нибудь вляпаться». «Ладно». «Отлично. Вы дома?» «Да». «Я тогда сейчас за вами заеду. Спасибо». Бакарчуг расстегнул куртку, вытащил кулон и поцеловал. Он всегда так делал, когда собирался надрать кому-нибудь задницу. И без разницы, чья это задница, противника за доской или идейного врага, готового склеснуться с ним в рукопашной схватке. Кстати, немного лирики. Кулон был сделан по заказу и представлял собой белую круглую фишку для игры в шашки диаметром около пяти сантиметров. Но фишка фишки заключалась в том, что это был миниатюрный тайник. Хранил в нем Бакарчуг не белый порошок, а маленькое черно-белое изображение Ларисы Бойцовой, вырезанное маникюрными ножничками из школьной фотографии. По причине того, что фотография была общей, а ученики стояли плотно друг к другу. Вместе с лицом Ларисы в кулоне оказались ухо стоявшего справа Федьки Субботы и крендель косы Сони Монаховой, стоявшей слева. Но Бакарчука это не смущало, ибо с обоими он дружил до девятого класса, потом Лапоухий Суббота ушел в ПТУ, а веселая Монахова укатила с родителями в торжок. Оба оставили ему самые радужные воспоминания, поэтому запчасти Федьки и Сони в своем тайнике он посчитал приятным бонусом. Ладно, это все лирика. Так вот, Бакарчук спрятал кулон-талисман и внимательно посмотрел на соратников. Удостоверившись, что ничего, кроме безумия и отваги в их глазах нет, моргнул два раза, давая условный сигнал. Взметнувшийся флаг клуба бразильские шашки возвестил о начале прорыва. Да, именно прорыва, так как положение шашистов было крайне невыгодным. Шахматисты и бобслиисты вероломно объединились в коалицию и теперь наступали одновременно с двух флангов, зажимая в тиски. Временный союз позволил бы им избавиться от третьей стороны, а потом, потом можно будет и друг с другом разобраться. Ситуацию осложняло слепящее зимнее солнце. Пути к отступлению были отрезаны высокой стеной спецприемника. Бакарчук рванул на себе куртку, сбросил ее на снег и оскалил зубы. Вперед! Скомандовал он, увлекая за собой толпу. Мокрый снег вылетал пластами из-под мужских ботинок и женских сапог, а морозный воздух дрожал от пара, вырывавшегося из ноздрей шашистов. Высокий до фальцета и шахматисты, сделав стремительную рокировку, сомкнулись с плотным живым щитом. Грозный рык одинокого боба и бобслиисты заперли фланги. Шашисты с разгона ударились в противников. Рычание, крики, вопли, кони, люди, лермонтов. Вперед! Только вперед! Ах ты лохудра саночная! Ты мне ноготь сломала! Принимай подачу! Гаси шашечников! На, получи козел! Ща я тебя уработаю, санки мне в печень! Не, брат, ты мне, шашистская сволочь! Протащить бы тебя хлебалом по трассе! На, получай! Да не меня бей, я свой! Развали тебя, Каспаров! Хрен вам, а не Олимпиада! Да и пизяну все конем шахматным! Я домой пошла! Браты, браты, убивают! Шашисты теряли силы и скорость. Ноги разъезжались на вытоптанном снегу. Со всех сторон сыпались стычки и удары. Бобслиисты подло прыгали под ноги, а шахматисты толкали в грудь. Шашисты падали и поднимались, но только для того, чтобы снова упасть. Рассыпался куриными перьями чей-то вспоротый пуховик. Взлетел в небо чей-то сапог на шпильке. В перемешку с обломками накладных ногтей валялись вырванные волосы. И вороны и си-ня-чёрные над головой. Отступаем! Отступаем! Скомандовал Бокарчук и тут же упал сбитый с ног бобслиистом. Шашисты откатились обратно к стене. Попытка прорыва захлебнулась. Вот это замес! Может вмешаемся, товарищ капитан? Сиди, старлей, наслаждайся приятным зрелищем. Приятным зрелищем? А что ты хорошего видел в этом нашем спецприёмнике, а? Одни и те же рожи алименщиков водил бухих и прочих покемонов. Контингент, блин! Сердце черствеет просто от всего этого. А за забором, видишь, жизнь кипит. Хорошо, что сегодня моя смена. Они же перебьют там друг друга. Не ссы, старлей, лучше налей ещё. Мне нравится, когда бабы между собой дерутся. Особенно вон та, боевая такая, даже на мужиков кидается. Смелая сучка! Это которая? Вон, в правом углу монитора, видишь? В кокошнике, шахматистка. Не, она вроде в шашки играет. Да, я бы с ней поиграл в шашки, ночкой длинной. Ты это, старлей, водку не грей, наливай. Их было двадцать. Оборванные, избитые, замёрзшие. Они, прислонившись к стене из красного крипича, мура смотрели на довольных противников. Это был полный цукцванг. Чтобы они не предприняли, будет только хуже. Помочь им могло только чудо. Но откуда его ждать, это чудо? Остальные члены клуба либо ещё сидят в других спецприёмниках, либо сейчас дома с семьями отмечают пропущенные новогодние праздники и ни сном, ни духом о том, что происходит сейчас с их соратниками. Перед ними с довольным видом расхаживал гроссмейстер. Предлагаю перейти на нашу сторону. Обещаю обеспечить место в нашем клубе и хорошее обращение. От стены отделились несколько фигур. Семь мужиков и одна женщина виновато посмотрели на Бакарчука. Прости, Иван. Бакарчук потрогал опухшую губу. Идите, но знайте, что вы всегда у них будете пешками. Вас разменяют не глядя. У пешки есть шанс стать ферзём. Грустно пошутил один из перебежчиков и пошёл к шахматистам. За ним потянулись остальные. Шахматисты раступились, впуская пополнение в свои ряды. Гроссмейстер растянул тонкие губы в улыбке. Тупые бобслиисты. Они даже не догадываются, что он таким образом комплектует свою армию, готовясь к предстоящей борьбе уже с ними. Остальным десять минут на подумать, объявил гроссмейстер. Иначе мат, и это будет очень больно. Он отошёл к своей армии. Послышались смешки, защёлкали зажигалки, потянуло сигаретным дымом. Бобслиисты тянули связки и разминались перед боем. Бакарчук оглядел своих. Осталось двенадцать. Беда. Кто ещё пойдёт? Равнодушно спросил он у оставшихся. Все помотали головами. Бакарчук взглянул на небо. Низкие рваные облака медленно плыли над спецприёмником. Скрывались за колючей проволокой забора и уплывали куда-то туда, далеко. Отсюда даже и не видно. Холодный ветер продирался сквозь голые пятнистые берёзы и мрачные тополя. Справа вдалеке слышался стук колёс поезда. Слева виднелся овраг с заросшей колючим кустарником. Кружили крупные вороны своим надсадным карканем предвещая беду. И над этим всем щемящая тоска. Жаль подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою наебали. Все братушки полегли с патронами напряжно. Но мы держим рубежи мы сражаемся отважно. Вера сидела рядом с закрытыми глазами. Разбитые губы еле шевелились, а тонкие со сбитыми костяшками руки сжимали порванный кокошник. Растрепанные волосы прилипли к покрытому ссадинам лбу. Сердце Бокарчука сжалось. Здоровые мужики бросили его, перешли на другую сторону. Она женщина тоненькая худенькая. Она осталась, не предала. что пиздец, больше нечем отбиваться. Что ж закурим, брат боец, нам от смерти не съебаться. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж обычные дела нас с тобою наебали. Вера допела песню и открыла глаза, темные, словно омут, затягивающие в свою глубину, и вместе с тем спокойные. Вера, уходи, сказал Бакарчук. Зачем тебе это? Из-за шашек? Иван Дмитриевич, да в гробу я видела ваши шашки, ответила Вера и поправила налезающие на глаза пряд темных волос. Поморщилась от прикосновения к израненному лбу. Тогда зачем? Изумился он. Ради чего? Ради кого? Ответила она и снова закрыла глаза. А впрочем, не важно. Бакарчук скрипнул извилиной. Вера пришла в клуб три года назад. Играла хорошо, но как-то без души, без азарта. Словно только чтобы оправдать свое присутствие среди шашистов. Словно ей было важно находиться именно там физически. А игра, игра всего лишь предлог. Скрип извилины и внезапно пронзившая догадка. Он вдруг понял, почему так часто ловил на себе взгляд этих темных глаз. «Эй, шашечники, пять минут осталось!» Крикнул одинокий боб и засмеялся. Бобслиисты поддержали лидера дружным хохотом. Из-за угла вывернула огромная машина, черный трехсотый лендкрузер. Словно крейсер, он мягко плыл по неровной дороге, важно покачиваясь и сверкая радиаторной решеткой. С джип шурша шинами подъехал и остановился, отсекая жалкую кучку шашистов у стены от их многочисленных противников. Участники боев, хрен пойми за что, притихли. Появление подобной машины не сулило ничего хорошего. На таких ездят либо крутые бизнесмены, либо крутые братки. Таково же было их удивление, когда из машины с пассажирского сиденья бодро выскочила маленькая седая старушка в белом пуховике. С водительского места вылез солидный дяденька в дорогом пальто. Вовка! Бакарчук с облегчением воздел руки к хмурым небесам. Но Вовка не ответил. Он встал рядом со старушкой и посмотрел на развивающиеся флаги бобслейного и шахматного клубов. Флаг же шашистов валялся у дерева, изорванный с переломленным древком. Что происходит? Грозно спросил Вовка. Витаминов не хватает. Да что происходит, это и так понятно. Фыркнула Баба Капа. Слет дураков. Меня больше интересует, почему здесь? Предлагаю сразу у здания следственного комитета. Одинокий Боб недовольно шевельнул черной бородой и шагнул вперед. Уважаемые, а в чем собственно дело? Все по-честному. Бобслейсты поддержали одобрительными возгласами. Схерали гости набежали. Где ж по-честному та? Баба Капа обошла джип и посмотрела на шашистов. Раз, два, три, так, двенадцать человек. Двенадцать человек и вас полсотни. Повторяю вопрос, где ж по-честному? Шахматисты и Боб Слеисты посмотрели на своих полководцев. Те, чувствуя полные надежд взгляды, разумеется, не хотели терять авторитет. Не ваше дело, визгливо огрызнулся гроссмейстер. Забирайте своего Бакарчука и отваливайте. С остальными мы разберемся. Он все равно без них никто. Да-да, отваливайте. Забирайте Бакарчука и отваливайте. Зашумели шахматисты с обожанием глядя на своего кумира. Одинокий Боб властно махнул рукой и Боб Слеисты мгновенно выстроились в шеренгу. Они даже встали по ранжиру. Дисциплина смахивала на военную. Самохин повернулся к школьному товарищу. Ваня, садись в машину. Бакарчук окинул взглядом свое немногочисленное войско и помотал головой. Не, Вовка, я своих не брошу. Твердо сказал он и сжал ладонь Веры. Самохин открыл дверь машины и щелкнул под рулевой кнопкой. Дверь багажника плавно поползла вверх. Трамбуйтесь в салон и багажник, сказал он шашистам. Эй, мы договаривались только на Бакарчука, взвизнул гроссмейстер. Остальные остаются. Шахматисты грозно придвинулись к машине. О чем ты болезный? Мы ни о чем не договаривались. Прищурилась Баба Капа. Шеренга бабслеистов угрожающе шагнула вперед. Баба Капа и Самохин отступили на шаг и уперли с полированные бока джипа. Ситуация была патовой. И если в шахматах пат означал ничью, то сейчас в данной ситуации в воздухе отчетливо запахло жареным. Вов, у тебя в багажнике бита есть? Шепнула баба Капа. Насос есть. Так же шепотом ответил Самохин. Не, не то. Вздохнула баба Капа и вытащила из кармана свой древний мобильник. Деловито даже демонстративно нажала на кнопки и приложила телефон к уху. Подмигнула Самохину. Алло, Витя фестиваль. Здравствуй, дорогой. Громко сказала она. Это Капа. Витя, прости, но встречу, которую мы с тобой перенесли со вчера на нынче, придется опять отложить. Что случилось? Возня непонятное случилось. Приезжаю забрать ближнего, а тут меня встречают люди. Кто такие? Без понятия. Ага, представляешь? Ближний мой уже у забора поломанный лежит. Толпа тут накаляет. Сколько их? Да полсотни голов будет. Она засмеялась в телефон и беззаботно тряхнула головой. Да нет, пока не надо. Сама объясню им. Давай так, если через 15 минут не перезвоню, пришли ребятишек с пушками к спецприемнику номер 2, ага, и мешочки для жмуров захватите. Лады, спасибо. Она положила телефон в карман и, заложив руки за спину, принялась расхаживать перед шахматистами и бобслиистами. Каждый спортсмен должен уважать чужой вид спорта. Не фыркать, не сравнивать, и уж тем более не пытаться доказать свое превосходство. Телефон в кармане зазвонил. О, Витя, фестиваль! Сказала она и нажала на зеленую кнопку. Да? Витя, да не волнуйся ты так. Народ спокойный, вроде не глупый и понятливый. Никто не шухерится, стоят слушают. Думай, договоримся. Не волнуйся, Витя. Она прервала связь и снова заходила взад-вперед. Так вот, на чем я остановилась? Ага, то, что вы устроили, это непростительная глупость, а для спортсменов непростительная вдвойне. Пока нормальные спортсмены проливают пот и кровь, каждый день преодолевая собственные слабости, страхи и трудности, вы занимаетесь херней. Пока ваши коллеги, пройдя через многие часы изнурительных тренировок, выходят на международные спортивные арены и завоевывают медали в честной борьбе, вы снова занимаетесь херней. Голос бабы Капы отдавал металлам. Спортсмены стояли оплеванные, склонив головы. И когда в их честь поднимаются флаги и звучат гимны, а миллионы зрителей плачут от гордости за них, за себя, за свою страну, когда они стоят на пьедестале почёта с гордо поднятыми головами, вы продолжаете заниматься херней. А почему? Почему? Мрачно поинтересовался одинокий Боб. А потому, что вы не настоящие спортсмены. И кто же мы? Гроссмейстер сложил руки на груди и нахохлился. Вы стадо обоссавшихся бандерлогов, не уважающих другие виды спорта, не имеющих никакого понятия о спортивной этике. Не оборачиваясь, крикнула в сторону джипа. Кстати, Бокарчук, тебя это тоже касается. Затем подошла к одинокому Бобу и бесцеремонно дёрнула его за бороду. Вот ты, ты профессионал? Боб-слиист обескураженно замычал. Ну это, я как-то, в общем, как-то, и короче, в общем, Боба Капа поморщилась. Ты боксёр, что ли? Я боб-слиист, оскорбился одинокий Боб. Мимо саней, что ли, прыгал? Почему? Не понял он. Но Боба Капа уже подошла к гроссмейстеру. Я шахматист, гордо взвизгнул он. Гроссмейстер! Не надо тогорать, я поняла. Шахматы, это прежде всего выдержка. Это спорт для владеющих собой людей. То есть, вы согласны с тем, что это спорт? Уже спокойнее, спросил гроссмейстер. Конечно, я никогда не утверждала обратное, воскликнула она. Напряжённое лицо шахматиста расслабилось, он даже улыбнулся. Спасибо, просто кто-то считает иначе. Он многозначительно посмотрел на одинокого Боба, тот опустил глаза. И пусть считает, горячо зашептала Боба Капа. Почему тебе должно это волновать? В её кармане снова затренькало, она вытащила телефон. Да, Витя, что, уже ребяток отправил? Но это ты зря, это ты поторопился. Мы вроде уже договорились. Она прикрыла телефон ладонью и посмотрела на гроссмейстера и бобслииста. Мы же договорились? Те закивали. Витя, отбой твоим ребяткам. Спасибо, дорогой. Я тебе потом перезвоню, не волнуйся. Спрятав телефон, она повернулась к стоявшему у джипа Бокарчуку. Иван, сюда подойди. Шашист нехотя приблизился. У тебя есть претензии к ним? Нет. А у вас? Нет. Рукопожатия лидеров трех спортивных сообществ ознаменовались бурными аплодисментами. Все радовались, смеялись и в воздух чепчики бросали. Витя Фестиваль, он же Егор Ежевичкин, с недоумением смотрел на телефон. Что происходит? Какой фестиваль? Какие мешочки для жмуров? Спросил он кошку Сусанну. Та совсем по-человечески развела лапами. Не знаю. Впрочем, в недоумении пребывали не только моряки кошка, но и дежурные спецприемника номер два. Знаешь, как это называется, Старлей? Как товарищ капитан? Это называется пришел поручик Ржевский и все опошлил. Кто это седая мадам? Не знаю, товарищ капитан. Что делать будем? Задерживать? Наряд вызовем. Акститис, товарищ старший лейтенант. Понаедет начальство, а от нас как от бочек со спиртом несет. Но делать же что-то надо. Иногда Старлей лучше ничего не делать. Ты в армии служил? Прощенная фраза в уставе. За время моего дежурства происшествий не случилось. Понял? Так точно, товарищ капитан. Повтори. За время моего дежурства происшествий не случилось. Отлично, старлей. Пусть это будет твоей мантрой. Она тебя убережет от обширного геморроя и избавит от ненужных вопросов. Наше дело маленькое. Отдежурил и домой. Ты домой хочешь? Хочу. Какое совпадение? И я хочу. Прийти, всосать пару литров янтарного, жену шевельнуть и спать. У тебя жена есть? Никак нет. А пива? Есть. Ну вот видишь, какой у тебя железный повод домой вовремя прийти. И это старлей. Когда все разойдутся, отправь парочку арестантов за территорию, пусть приберут. Насорили мадих. Нельзя сказать, что он забыл Ларису. Но пардон, при чем тут целебат? Он же не монах. Он живет вполне мирской жизнью и около него иногда появляются женщины, как Вера, например. Бакарчуг осторожно встал с кровати и накрыл одеялом спящую Веру. Прошлепал босыми ногами в кухню, снял с шеи кулон и слегка сдавил. Внутри что-то защелкнуло и он раскрылся. Бакарчуг кухонным ножом аккуратно выковырял фотографию и защелкнул пустой кулон. Пусть будет так. Пусть кулон будет обычной безделушкой, без секретов и тайн. Так будет лучше для всех. Для него, для Ларисы и конечно же для той, которая его любит, для Веры. А вот любил ли он Веру, он не знал. Быть может у него сейчас так же как у его приятеля Вовки с Галей когда-то. Сначала благодарность, а потом и чувство придет. И как оно придет? Неожиданно свалившись на голову снежным комом? Или постепенно, словно набегающая на берег волна во время прилива? На этот вопрос он тоже не знал ответа. Он подхватил кружочек с изображением Ларисы и пошел в комнату. Раскрыл книгу и аккуратно положил его между страниц. Пусть пока побудет здесь, а время покажет. Время оно мудрое, все расставит на свои места.